Ну а мы уже встречаем нашего гостя Сергея Любавина. Сергей, приветствуем вас в студии. Здравствуйте, уважаемые прекрасные ведущие. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, Сергей, буквально совсем скоро вы отмечаете 30-летие своей деятельности. Скажите, пожалуйста, чем вы порадуете своих зрителей, своих поклонников на юбилейном концерте? Я надеюсь, что это будет интересно. Будет симфонический оркестр Республики Беларусь у нас. 10 апреля. Будет много гостей, будут интересные дуэты. Ну, в первую очередь, это с нашими очаровательными женщинами, певицами. Это с Таней Булановой клип, который мы записали там три года назад. И в больших концертах или я приезжаю к Тане, или она, мы делаем этот дуэт. А также с певицей Варварой тоже планируется дуэтная песня. Сейчас мы ее готовим. Ну, секретов всех открывать не будем, естественно. А так вот в общих чертах. Ну, будет много гостей и будет масса сюрпризов, которые тоже не хотелось бы сейчас открывать, потому что, дабы не сломать интригу концерта. А вот скажите, пожалуйста, вот вы сделали совместный клип с всеми любимой Таней Булановой, да? Скажите, вот обычно совместный клип – это ставка на неожиданность. Что вы хотели? Вы хотели совместить свою аудиторию, какие-то разные возрасты, жанры? Нет, в первую очередь, дуэтная песня для меня – это все-таки песня. Изначально, вот, сто процентов, это должна быть хорошая, очень красивая, прекрасная песня. Вот. А потом уже, во вторую очередь, это работают артисты, там, певец, певица. И все-таки своим вокалом эти люди делают так, чтобы песня состоялась. Вот это основа. А уже потом какие-то мысли, а там куда, чего, для какой это аудитории, для… У вас 15 альбомов, если я правильно понимаю, да? Какой из них любимый? Какая тематика вообще вам ближе? Сказать любимый про альбомы, наверное, если назвать какую-то песню любимой или альбом любимый, тогда, наверное, все остановится в твоей жизни. Мне кажется, нужно двигаться вперед. Любимые еще не написаны, я так понимаю. Конечно, да. Все же. Да? Конечно. Ну, есть же какой-то, наверное, самый дорогой, который, там, труднее всего дался или… Может быть, который больше, как бы, ваша аудитория воспринимает. Бросит вас исполнить на всех концертах. Я так понимаю, у вас график загруженный очень, да, и… Вот в финале что кричат? Просто… Давай электричку или там еще что-нибудь. Да нет. Ну, работа такая интересная. Это работа вот над альбомом, над программой «Признание». Это помимо… Потому что людей, которые… Композиторы, авторы, которые работали вместе со мной, отечественные, мы обращались к западным. Там есть и французы, есть и Аргентина, Панама даже. Панамский один композитор участвовал. И сложность была в том, что это была большая работа на Мосфильме. Оркестр струнный, только 100 человек был. Записывали струнную группу Большого симфонического оркестра. И все это в моей жизни, такой вот масштаба работа была впервые. И поэтому… Но, опять же, то, что получилось, это, конечно, очень радует, потому что до сих пор эти песни все… И нежности, и признания, и воспоминания об Али. Зритель их просит. Хорошо. А вот скажите, какой он ваш зритель? Вот, имею в виду… Собирательный образ. Поклонников ваших, вот, дамы, мужчины? Скорее всего, я бы сказал, что это семьи, потому что приходят семьи. У меня есть в программе такая песня, она называется «Дочка». Очень такая пронзительная детская песня, и в основном у кого, особенно, есть дочки, молодые пары, девочки маленькие-то по 4-5 лет, они наряжают их красивые платья, дают там цветочек, и вот она идет, ребенок. И почему-то все думают на концерте, что это мои дочки в каждом городе, сразу начинается скандал. Ой, это неспопулярность, видимо, определенная. Такое впечатление производите. Спасибо, спасибо вам огромное, что были этим утром сегодня с нами. Огромной вам удачи во всем, конечно же. Спасибо вам, друзья. И я, в первую очередь, в вашем лице, вас, Настя, вас, Петр, приглашаю на свой концерт 10 апреля. Приходите, я думаю, что, ну, какие-то эмоции новые, свежие вы получите. С удовольствием. Спасибо. Желаем вам, чтобы удача и вдохновение всегда были с вами. И муза не покидала вас. Да. Спасибо. Ну что ж, начинайте утро с нами. Завтра будет новое утро.